Здравствуйте, братья и сестры! Почитаем сегодня с вами ещё раз Евангелие. Евангелие от Луки. Евангелие вообще довольно маленькая книжка. Она невелика по объёму, в отличие от других религиозных трактатов, которые могут быть огромны. И всё это потому, что целью евангелистов не было описывать всё, что они слышали и видели в Господе Иисусе Христе. Иоанн Богослов даже говорит о том, что если всё записывать, то весь мир не вместит написанных книг. Но некоторые евангельские страницы подробно описывают какие-то отдельные события. Вот 14 глава Евангелия от Луки подробно описывает один из обедов субботних, трапезу субботни, в доме одного из фарисеев. Мне кажется, очень интересно. Это очень плотный текст, насыщенный многими событиями, которые развиваются один с другим, как развернутый серпантин. Итак, в субботний день Господь Иисус Христос был приглашён в дом некоего начальника фарисейского вкусить хлеба. Вкусить хлеба означает есть полноценную пищу, поскольку вся пища, что есть на столе, называется у еврея в одним словом «есть хлеб». Хлеб – это особая пища, благословение хлеба означает благословение всего, что есть на столе. Придя к этому человеку, Господь нашёл там некого у дверей, где-то или, может быть, в доме, страждущую водяной болезнью и спросил у фарисеев, можно ли исцелять в субботу. Они молчали. Он прикоснулся к этому человеку и исцелил его. После этого укорил их несколько, сказав, что если у вас волк или осёл упадёт в колодец, то не тотчас ли вы достанете его. И они молчали, ему ничего не говорили на это. Хотя в других местах мы слышим, читаем, что они вокруг него, как пчёлы в улье жужжали с укорами, что он исцелять позволял себе в субботу. Они считали, что это осквернение в субботу. Хотя исцеление – это не повседневная работа, это не бытовой труд, это не рубка дров и не зажигание очага. Это чудо Божие. И оно не попадает под разряд о суетном повседневном труде. И вот, исцелив человека, укорив фарисеев за их такое специфическое понимание закона Господь, дальше наблюдает, как народ занимает места вокруг стола. Тогда лежали, тогда же столов не было, собственно, не было сидения у стола. Люди ложились на разные более-менее удобные места. И он напоминает им притчу Соломонова, говоря, что, будучи приглашённым за стол, не занимай самое лучшее место, потому что придут кто-нибудь лучше тебя, и тебе придётся пересесть, перелечь, и будет тебе стыдно. Займи лучше поменьше места, тебя увидят, скажут друг, пересядь повыше. И ты пересядешь, и будет тебе хорошо, то есть возносящийся смириться, смиряющийся вознесеться. Они, наконец, улеглись, уселись, начинают трапезовать, и Господь посреди трапезы опять продолжает их учить и говорит им о том, что когда ты соберёшь к себе, накроешь стол, то зови к себе увечных, больных, слепых, недужных людей, отчаянных бедняков, таких, которые сто процентов не позовут тебя к себе обратно, которые не возмерят тебя добром за добро, потому что таким образом твоё оказанное добро окажется долгом перед Богом, то есть Бог будет должен тебя отплатить. Ты сделаешь Бога должником, сделав добро тому, кто тебе добром не возмерит. То есть если мы на добро отвечаем добром и рассчитываем, что ты мне и тебе, то потом на небеса наши добрые дела не поднимаются. А если хочешь, чтобы оно сбереглось, делай тому, кто не сможет тебя возмерить, и тогда твёрдо собережу своё добро и воздастся тебе в воскрешение праведных. То есть Христос с фарисеями говорит в терминологии фарисейской. Иудеи, тогдашние, особенно фарисеи, думали, что воскреснут не все, что воскреснут только праведники, а грешники не будут иметь воскресения и вечной жизни, это и будет их наказание. Они имели те же заблуждения, что сегодняшние свидетели Иеговы. Христос говорит с ними в таких же категориях, таким же языком, потому что Он имеет задачу подобраться к сердцу человека, не огорошивать его истиной, а потихонечку подобраться к нему. Он говорит, делает добро нуждающимся, немогущим воздать тебе и воздастся тебе в воскрешение праведных. Когда Он это говорит посреди трапеза, всё равно трапеза происходит, то некто говорит им от избытка сердца, ой, как блажен тот, кто съест хлеба в Царстве Божьем. То есть, повторяю, что люди эти мыслят о Царстве Божьем в категориях еды и питья. Для них пребывание в Царстве Божьем – это пребывание в блаженном состоянии, когда ты не болеешь, не боишься смерти, когда ты ничего не страшишься, наслаждаешься жизнью, при этом ешь, пьёшь, как сегодня на земле. Это же другая жизнь совершенно будет. Но там кто-то из фарисеев говорит, как хорошо тому, кто съест хлеба в Царстве Божьем. На что Господь говорит ему, тут же отвечает ему притчей. Притчей о том, как позвал богатый человек к себе на трапезу людей, а они стали отказываться. Один говорит, я женился, не могу прийти. Друг говорит, я волов купил. Третий говорит, я землю купил. Прости мне, я не приду. И он разгневался за богатый человек, что он позвал к себе людей на трапезу, они не идут. И он тогда повелел позвать всех к себе на трапезу, опять-таки тех же нищих, слепых, хромых, больных, увечных, чтобы не пропала трапеза, чтобы храменно наполнилась возлежащими. А те званные больше не придут. Это Господь прикровенно говорит этому фарисею, который уж себя-то наверняка считал в числе записанных на трапезу в будущее Царствие Божие. Думает, уж я-то, наверное, попаду. Как хорошо будет, когда попаду? А на что ему Господь говорит, что да вы-то все позваны, но вы же все отказываетесь. Потому что у каждого своё дело. Как говорит Павел Божественный, что все ищут своего, никто не ищет Христова. Это всё, собственно, происходит в размерах одной беседы. И в данном случае 14 глава Евангелия от Луки говорит нам, один за другим в событиях шинкует, которые были в одном месте в одно время. Так в Евангелии нечасто бывает. И смотрите, как одна трапеза и сколько чудес. То есть исцеление, поучение, напоминание притчи, разговор о Царстве Небесном. Опять поучение. То есть любую ситуацию Христос использует для того, чтобы вступить с человеком в диалог о Вечности. Христос в этом смысле величайший миссионер и величайший педагог. Он, видите ли, не огорошивает, я повторю уже, может, это слово несколько неподходящее, но всё-таки, он не огорошивает человека ослепительным откровением истины тут же, сразу. Он закутывает истину в притчевые одежды, для того, чтобы она не так слепила глаза человеку, не так резала глаза. Это как бы солнышко из-за тучи не так сильно бьёт, как солнце вышедшее из-за тучи. Поэтому Господь одевает свою речь в притчи, чтобы ты сам подумал и по аналогии понял что-нибудь о будущем или о сокровенном. Потом Христос говорит с человеком на языке самого человека. То есть с фарисеем он говорит на языке фарисея в категориях воскрешения праведников, в категориях известных уже всем здесь хорошо за столом книг Ветхого Завета, в частности, книги Соломоновой, книги притчи. То есть Христос приноравливается к человеку, он занимается этим постоянно. Если ему случается говорить с женщинами, мы уже не раз об этом говорили, то он говорит с ними о потерянной драхме. То есть потеряла женщина монету, начинает подметать свой дом, зажигает светильник. То есть простейшая ситуация. Оказывается, и она говорит нам тоже о Царстве Небесном. Он разговаривает с рыбаками о рыбе и неводе, с крестьянами о посеянном зерне, о различных видах почвы, каменистой, мелкой в плане земли, протоптанной. То есть то, с чем сталкивался палестинский крестьянин, потому что не такая уж жирная и тучная земля для обработки требует особенного труда. С тем же женщиной опять он говорит о закваске, положенной в муку. То есть Христос удивительно уважает человека и снисходит к нему. Он удивительно снисходителен и удивительно настроен на постоянное обучение человека в таких мягких категориях. И с другой стороны, это большое требование к человеку. Человек при таком подходе к себе должен постоянно иметь открытое ухо и напряженное зрение. Он должен ловить каждое слово, слетающее с уст Иисуса Христа, и каждую ситуацию жизни понимать как притчу. И тогда он находится в школе, в непрестанном процессе обучения. Тогда весь мир, окружающий нас, превращается в некое училище, где всё о чём-то говорит. Говорит о чём-то больше, чем само по себе означает. То есть солнце уже не просто солнце, а уже символ другого, символ, скажем, Христа. И зерно уже не просто зерно, а тоже символ. И птица уже не просто птица. Иногда это символ вечности, но это символ дьявола. Когда она клюёт зёрна, это, значит, надо посеянуть, та же ворона, летающая на посевной, над полем. Это уже символ лукавого, похищающего зёрна сердец. А когда она клюёт виноград, это символ Евхаристии, символ вечной жизни. То есть вся школа – это училище. Так учит нас относиться к жизни Иисус Христос. И в Евангелии от Луки, в том же, собственно, говорится о том, что много народу было всегда возле Него. Они приходили к Нему, чтобы послушать Его и исцелиться от недуг своих. Вот два мотива, которые вели людей ко Христу – послушать и исцелиться. Исцеление – это понятно. Исцеление подтверждало правдивость Его слов. Истекающих из рога изобилия исцеление от Христа подтверждали Его божественность и утверждали Его слова. А слушание Христа тоже исцеляет, только исцеляет уже невидимого внутреннего человека. Если исцеление уздоравливают руки, ноги, глаза, горбы, выпрямляют у людей, отнимают слепоту, то слова Христовы как лакомства, проникающие в внутренность сердца, они исцеляют уже внутреннего человека, врачуют нашу душу от уныния, от неверия, от сомнений, от злобы, от обиды и прочего-прочего. То есть вот как хорошо, действительно, как чудно, что Господь обошёл эту землю, походил по земле, по этой палестинской, входил в разные дома, беседовал с людьми, как много душ напиталось Его словом, как хорошо, что мы тоже можем, благодаря книге и апостольской проповеди, приобщиться к этому слову Иисуса Христа и принять Его в душу свою, опять-таки, послушать и исцелиться. Ангелы-хранители, братья и сестры, это была 14 глава Евангелия от Луки, рассказ о пребывании Христа в субботний день в дому некоего фарисея. Доброй ночи! Редактор субботний А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова